Здравствуйте, дорогие детки! Я рада вас сегодня приветствовать на нашем уроке математики. Вы готовы работать? Тогда будем работать вместе. Будьте внимательны. Начнем наш урок математики с устного счета. Наверное, вы догадались уже раскрыть свои тетрадочки и приготовить ручки и карандаши. Если вы приготовились, то тогда я начинаю. Считаем и будем внимательными. Пожалуйста, первое задание. Напишите, чему равно произведение 13 и 6. Следующее. Если разность чисел 230 и 190 увеличить 80 раз, то получится... Запишите ответ. Записали? Молодцы. Если число, неизвестное число, умножить на 70, то получим 2100. Запишите неизвестное число. Молодцы. Если из числа 5600 вычесть 370, то получится... Записали? Замечательно. Число 7500. Больше числа 2500. Насколько? Молодцы. Частные чисел 4200 и 6 равно... Следующее. Будьте внимательны. Первое слагаемое 4520. Второе слагаемое неизвестно. Сумма равна 4588. Записали? Записали? Молодцы. Если неизвестное число умножить на 700, то получится 4900. Запишите неизвестное число. Число. Молодцы. Следующее. Число. Неизвестное число. Делится и на 30 и на 50. Какое это число? Молодцы. И, наконец, последний вопрос. Произведение чисел 40 и 90 равно... Закончили? Молодцы. Давайте проверяем. Перед вами ответы. Ответы. Сравните, пожалуйста, их со своими ответами в тетрадочке. 780, 320, 30, 5230, 5700, 68, 7, 150, 3600. Оцените, пожалуйста, свою работу. Отлично. Следующее наше задание. Перед вами зашифрованная картинка. Вам нужно вместо геометрических фигур поставить нужные цифры. Догадались? Молодцы. Будем работать. На что же нужно умножить число 8, чтобы получить 72? Вы решили этот пример? Каким правилом вы воспользовались? Правильно, ребятки. Чтобы найти неизвестный множитель, нужно произведение разделить на известный множитель. Проверяем. Умницы. Если 8 умножить на 9, то получим 72. Следующее, пожалуйста, перед вами выбор. В какую сторону вы пойдете? Решайте. Догадались? Конечно. Если стрелочка от зеленого треугольника ведет к зеленому треугольнику, тогда мы можем спокойно вычислить и найти неизвестное делимое. Как найти неизвестное делимое? Нужно частное умножить на делитель. Отлично. Стрелочка ведет нас дальше. Вот. 9. На что нужно разделить 9, чтобы получить в результате 9? Конечно, вы догадались. Это единичка. Вы знаете правило. При умножении и делении числа на единицу результат не изменяется. Продолжаем. Последнее задание. От 90 нам нужно вычесть единичку. Что мы получаем? Посчитали? Молодцы. Мы получаем 89. Вы справились? Конечно, вы справились. Замечательно. На прошлом уроке мы с вами проходили контрольную работу. Я думаю, вы все с ней справились. Но если у вас возникли какие-то затруднения, сегодня я хочу с вами провести работу над ошибками. Давайте проверять свои результаты. Будьте внимательны. Первое ваше задание было такое. Нам нужно было узнать, в каком числе находится 47 сотен. Проверяйте, пожалуйста, свои ответы. Это было число 4700. Правильный вариант С. Второе задание. Что означает цифра 9 в записи числа 9781? Правильный ответ В. 9 – это единицы тысяч. Следующее задание. Какое число содержит 7000 единиц и два десятка? Правильный вариант был А. 7020. Четвертое задание. В каком из этих двух уравнений неизвестное находится умножение? Молодцы, ребятки. Вы вспомнили правило. Для того, чтобы найти неизвестное делимое, мы должны частное умножить на известный делитель. Вариант В. Задание пятое. Какую часть метра составляет 1 см? Если вы выбрали вариант В сотую, вы абсолютно верны. Потому что в одном метре содержится 100 см. Задание 6. В каком из выражений первое действие будет умножение? Молодцы, ребятки. Если вы выбрали вариант С. В данном выражении умножение является первым действием. За ним последует деление и лишь только потом вычитание. Седьмой вопрос. Сколько минут составляет четверть часа? Конечно, 15. В одном часе 60 минут. Четверть – это одна четвертая часть. Если мы 60 разделим на 4, мы получим 15. Задание 8. Уменьшите число 2000 в 5 раз. Уменьшить в 5 раз – значит поделить на 5. Правильный вариант С – 400. Девятый вопрос. С помощью какого выражения можно решить задачу? Балка длиной 5 метров весит 175 кг. Сколько весит такая же балка длиной 7 метров? Результат В. 175 разделить на 5 и умножить на 7 получаем 245. Потому что мы в задаче должны были найти, сколько весит балка, которая будет равна 1 метру. Задание 10. Выразите в метрах 3 четвертые части километра. Правильный вариант А – 750 метров. Одиннадцатое задание. Запишите в виде десятичной дроби. Дробь 8 сотых. Правильный вариант будет В – 0,08. Задание 12. Какое из данных чисел больше 6 и меньше 7? Конечно, ребята. Это будет вариант В. Это будет дробь десятичная – 6,08. Задание 13. Чему равно х в уравнении х умножить на 6 равно 6720? Для того, чтобы найти неизвестный множитель, вы должны были воспользоваться правилом. Для этого нам нужно было произведение поделить на известный множитель. Если мы число 6720 разделим на 6, то мы получим число 1120. У вас правильно? Я не сомневалась. Задание 14. Назовите пространственную фигуру, в основании которой находится круг. Конечно, вы ответили правильно, ведь мы с вами на прошлом уроке проходили пространственную фигуру конус. Именно в этой фигуре в основании лежит круг. Задание 15. Запишите в виде десятичной дроби 8,02. Правильный вариант В. Шестнадцатый вопрос. Вам дано произведение чисел 145 и 13. Вычисляем и получили число 1885. Семнадцатое задание. Найти частные чисел числа 1200 и 12. Замечательно. Вариант А. 100. Восемнадцатый вопрос. Решите задачу. В издательстве напечатали 1640 учебников. Что составляет шестую часть заказа? Сколько всего учебников должны были напечатать? Шестая часть – это 1640. Нам нужно было найти целую часть. Для этого мы должны были 1640 умножить на 6. И получили вариант С – 9840. Девятнадцатый вопрос. Выразите в метрах 45 сантиметров. В одном сантиметре 100 метров. А значит, правильный вариант В – 0,45. Девятнадцатый вопрос. Девятнадцатый вопрос. Часы показывают 4 часа. Чему равна градусная мера угла между часовой и минутной стрелками? Молодцы. Правильный вариант В – 120 градусов. Мы с вами поработали над нашими ошибками. Я думаю, если у вас было много ошибок, то вы должны будете обязательно повторить правила. Запишите домашнее задание. Сегодня оно будет такое. Вам нужно будет составить 5 примеров на нахождение суммы трехзначных чисел и 5 примеров на нахождение разности трехзначных чисел. Молодцы, ребятки. Мы сегодня хорошо поработали. Мы вспомнили с вами все правила. Проверьте, пожалуйста, все свои правила в вашей тетрадке для правил. Повторите их, чтобы в следующий раз все наши контрольные работы решались только на 5. Спасибо за урок. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»